Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами поговорим о болезненной язве на языке после конилингуса. Я обратился в пациент, у которого возникло язвенное образование на языке, покрылось фибреноидным налетом белого цвета, причиняло ему значительную боль, поэтому обратился в нашу клинику. У него был в том числе оральный случайный половой контакт, где он занимался конилингусом, а непосредственно классический контакт был в презервативе. Больше всего пациенты правильно пугаются такого заболевания как сифилис, ибо действительно оно может вполне передаться и при внедрении бледно-трепанема возбудить сифилис в язык, может быть язвенное образование на языке, это достаточно часто описывается венерологами. Поэтому, прежде чем начинать какое-то лечение, естественно, что необходимо взять анализы с поверхности подобного высыпания, также и из рта, из горла на половые инфекции, включая непосредственно анализы на бледно-трепанему и различные типы герпеса. Из половых органов мы также взяли анализы, там не было обнаружено никаких непосредственно половых инфекций и соответственно изо рта в мазке обнаружился герпес второго типа или половой герпес. Достаточно редко по сравнению с локализацией на половых органах герпес может дебютировать или вообще иметь высыпание половой, в том числе во рту, чаще всего это действительно при каких-то оральных половых контактах с участием рта. Мы взяли анализы на антитела и ПЦР-анализы крови, однако не обнаружили герпеса второго типа непосредственно в крови и антителах. Вирус при раннем начале терапии может не вызвать образование антител и не проникнуть в организм. Кожа какое-то время удерживает вирус, в том числе вирус герпеса. Что нужно назначить подобным пациенту? Это классические противогерпетические препараты аномалий нуклеозиды. Это, допустим, ацикловир, валтрекс или валцикловир, которые мы использовали у данного пациента. Это ультрафиолетовое облучение крови, это интерфероны. Вот, соответственно, какое лечение пациенту было назначено. Это инъекционное лечение и таблетки валтрекс. Какое лечение местно во рту можно рекомендовать подобным пациентам? Действительно, лечение во рту всегда, в принципе, вызывает у врачей ступор. Что значит пациенту? Очень хорошо для рта подходит плазма. Плазма, соответственно, это газ, который дает такое приятное на глаз лечение. Таким образом, безболезненно происходит непосредственно облучение полости рта, облучение, в частности, язвенных высыпаний. Что делает плазма? Первое, она обладает бактерицидным и вируцидным действием. Что очень позитивно, потому что на подобные высыпания часто насладывается феторическая инфекция в полости рта. Там довольно жесткие бактерии, поэтому, когда делают миниет, то часто изо рта заносят бактерии, достаточно неприятно для половых органов, в общем, не зря, поэтому там достаточно агрессивная флора и бактерицидное действие плазмы очень хорошо. Второе, она резко увеличивает скорость регенерации ткани. Это доказанный эффект плазмы, в принципе, и вызывает быстрое заживление. Поэтому, что говорить о полости рта, особенно о язвенных поражениях, прекрасно подходит непосредственно плазма в полости рта, как вы видите на картиночке это происходит, вместе с непосредственно тем общим лечением, который только что объяснил ваш покорный слуга. Такой метод может применяться и с точки зрения бактерицидного и вируцидного действия, и с точки зрения непосредственно быстрого заживления процесса. При необходимости диагностики и лечения различных половых инфекций, в том числе в ротовой полости, в области ануса и в области половых органов, вы можете обращаться к венерологам и урологам Медицинского центра Платно-КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Игорь Негода.